Добрый день, дорогие мои! Еду домой и хочу закончить тему образования, ну, по крайней мере, зациклить разговор о новой школе. Я вам выложил уже одну беседу, где считаю, что школа должна, во-первых, вернуться к тому, что в ней должны быть лидеры. Поскольку школа без лидеров, она становится для школьников и неинтересна, и неэффективна, и главное, она не дает образ личности, который должен быть воспитан в этом ребенке. Он потом найдет эту личность в каких-то других, на сайтах, и еще где-то. А раньше было так, что именно преподаватель и его личность играли значительную роль в становлении этого человека. Но мы говорим о новой школе, которая должна как бы появиться. И интересно, что при этом идет разговор о том, что она должна обновиться и как-то информационно. То есть она должна какие-то другие формы образования и какие-то другие свойства в человеке начать воспитывать. Потому что вот прямо был Гайдаровский форум недавно, я вам скидывал даже в фейсбуке ссылку, где нейропсихологи рассматривая вопрос, как изменится будущее, напрямую говорят, что то, чему учат сейчас в школе, практически не потребуется. Все это заменит искусственный интеллект, роботы и так далее. То есть найти знания, которые сейчас закладывают в голову, будет проще, чем их отобрать в голове. Поэтому, на мой взгляд, школа должна вернуться к каким-то другим свойствам человека и начать их воспитывать. И вот я давным-давно, уже лет 30, наверное, занимаюсь интуицией человека. И в том числе имею интересные примеры того, как этой интуиции действует в человеческом обществе, так можно сказать. Когда-то я был знаком, мы дружили и даже не очень давно встречались опять. Александр Ретюнский, или все его знают, что Александр Иванович. Он создал русскую систему борьбы, вот так можно сказать, русский стиль. И вот мы много в начале этого создания разговаривали. Какие основы в этот русский стиль нужно вложить, чтобы он был действительно эффективный. И вот я ему объяснял, что одна из принципов науки побеждать Суворова – это интуиция. То есть вот он закладывает умения, он закладывает подчинения. Многое всего Александр Иванович закладывает, а я знаю науку побеждать, потому что в Московском Суворовском училище читал курс «Духовные сущности науки побеждать» Александра Ивановича Суворову, который сам и составил. Так вот, при всем том, что он как солдату, как наука старается привить, он еще и прививает интуицию. То есть там свобода действия того же богатыря, то есть простого солдата, того же витязя, офицера, на основе его интуиции, его соображений, ложится в основу того, чтобы совершить те действия, которые потом совершали и Кутузов, и Багратион, и все его ученики, и сам Александр Васильевич. Поэтому интуиция, на мой взгляд, да, закончу с Александром Ивановичем Ретюнским. Когда мы с ним разговаривали, был один человек, который никак не мог стать победителем. Он занимался каратэ, и он попросил его как бы объяснить, как ему развить интуицию, чтобы стать победителем. Буквально через месяц он приехал даже, пистяки, благодарил меня, что он стал чемпионом, и объяснил, как действительно ему интуиция помогла. Он говорит, вы знаете, я прямо действительно понял, что противник хочет делать, что он следующее сделает. И вот это мне очень сильно помогло действительно и защититься как надо, и сделать то, что нужно в бою. Интуиция, на мой взгляд, это единственное, что у человека останется против искусственного интеллекта. То есть невозможно создать такой сложности искусственный интеллект, как все-таки человек, только потому, что не то, что вот систему мозга нельзя такую создать по сложности, а нельзя заложить в эту систему еще интуицию. То есть вот... И Эйнштейн когда-то сказал, что интуиция – это дар божий. Если мы идем по образованию вот в этом плане, что вот мы сознание создаем, то у нас совершенно выпадает интуиция. Совершенно. А интуиция нужна в очень многих профессиях, и я больше того убежден, что люди, добившиеся успехов в некоторых профессиях, они просто обладают особой интуицией. Ну, например, инженерные интуиции. Я знаю Алексея Топтуна, есть такой инженер, который создает новые аппараты все время, там для роботов и все остальное, в Сколково он сейчас работает. И он создатель схем для этих аппаратов. То есть оказывается, для того, чтобы появился новый аппарат, нужен тот, кто в схеме сможет все соединить возможные приборы. И из этого получится какой-то аппарат. Так вот я спрашиваю, Алексей, как ты это все придумываешь, эти схемы? Это же такое... Он говорит, не знаю. Так, ходишь, ходишь, там, кубатуришь, кубатуришь. Она разгорит и рождается. Ну, то есть вот этот процесс открытия. Наиболее быстрой, на мой взгляд, формы интуиции, которые вот прямо сразу нужно проявить, это у хороших врачей. Вот хороший врач должен почувствовать человека, интуитивно определить диагноз, конечно, составляя это со своими знаниями. И вот в знаниях найти рецепты, как то заболевание или то проблема, которые есть, решить. Это сложный такой процесс. Но я хороших врачей, которые ставили диагнозы без всяких, скажем, аппаратов, знал. И после на аппаратах, на этих, то, что они говорили, глядя на тебя или трогая руками, оказывалось действительно правильным. Правильно. Поэтому, на мой взгляд, в школу-то должен появиться, в школе должен появиться, ну, хотя бы сначала появиться некий такой курс по развитию интуиции. А затем уже, после того, как смогут во все предметы, которые имеются, включить вот эту составную часть интуиции, потому что всем и физикам нужна интуиция, сейчас и химикам нужна интуиция, и всем, кто общественным делом, те, кто историю хорошо знают, нужна интуиция. То есть надо интуитивно чувствовать, а что дальше будет, и какая потребность нужна будет. Сегодня сын мне скидывает ссылку о том, что в Шуе активная группа какая-то предложила поставить памятник многодетному шуянину. Там есть один шуянин, который в 19 веке, у него было 72, по-моему, ребенка. Вот, недалеко от Шуи он жил. Интересно, что мы 10 лет назад, закладывая программу «Родниковое кольцо», как раз сын и предложил, что почему бы Шуе не сделать таким объектом развития отношений в семье, деторождений, там, и все остальное, и основой этого заложить вот пример этой семьи, и поставить, начать все, поставить памятник этому крестьянину. Интересно, вот через 10 лет это интуитивное желание и тогда это сделать вдруг оказалось реальным. Я-то всегда сталкиваюсь с тем, что все, что предлагаю, потом становится интересным или нужным лет через 5 или 10 даже. Ну, что-то и не становится, если не созревает. Поэтому, дорогие мои, у ребенка сейчас вообще никто не воспитывает интуицию. Больше того, я считаю, интернет в какой-то степени отнимает эту интуицию. То, что они могли бы каким-то способом сами узнать, вот через интуицию, они легко идут и в интернете, в каких-то сетях это все находят. Но без нее, конечно, у них особого будущего вот в том механизированном или цифровом мире практически нет без интуиции. То есть, их учат таким сейчас рабскому труду. Ты запомни, а потом нам это выдай. А он уже нереален, потому что интернет скоро быстрее будет выдавать, чем человек эти знания, которые в ЕГЭ у него сейчас закладываются. Развитие интуиции, я уж вам подскажу, начинается с созерцания. То есть, если вы хотите, чтобы ребенок научился быть интуитивно развитым, вы должны научить его сидеть в тишине. То есть, учиться сидеть в тишине. А тишины не бывает. Есть очень тонкие звуки, очень тонкие. Его нужно научить содержать ту окружающую среду, которая есть. Видеть, как развиваются почки, как двигаются насекомые, как шуршит трава, как летают облака. Вот это все основа развития интуиции. Это я абсолютно убежден в этом. Созерцание, ну, созерцание, кстати, считается и главным аскетическим приемом для монахов, для христианина был такой Исаакий. Ну, ладно, не буду я углубляться. В общем, начните с созерцания тишины. Сделайте у себя дома такие минуты тишины и тонких звуков. Погуляйте с ребенком и покажите ему или сами попробуйте увидеть, как распускаются деревья, как поют птички, чтобы он услышал и так далее. То есть из той искусственной среды аутизма, а сейчас у нас есть аутизм природный, а есть искусственный, когда весь он внутри, потому что все время какую-то информацию черпает. Попытайтесь его в реальность вытащить, где вот эта интуиция очень важна и будет в дальнейшем очень нужна. Все, спасибо за внимание. Это моя вторая часть по образованию, что нужно вернуть лидеров и нужно включить в образование интуицию. Спасибо за внимание. Всем здоровья! Игорь Негода Игорь Негода Игорь Негода